Добрый день, дорогие абитуриенты, студенты, гости геологического нашего факультета. Сегодня мы продолжаем лекции в рамках цикла «Многоликая геология» и тема сегодняшней лекции «Наноматериалы в мире минералов». Как я понимаю, каждая из предыдущих лекций, некоторые из вас, которые посещали, была посвящена одной из наук, которыми занимаются преподаватели нашего геологического факультета Санкт-Петербургского университета. И в сегодняшней моей лекции, все исследования, о которых пойдет речь, этим исследованием занимается наука кристаллография. Кристаллография, как и любая современная динамично развивающаяся наука, является, конечно же, междисциплинарной между различными областями знаний. И в широком смысле слова, конечно, кристаллографию нельзя назвать исключительно геологической наукой. Сегодня кристаллография — это и химия, прежде всего, и биология, и биохимия, и материаловедение, не в последнюю очередь. На данном слайде представлен план моей небольшой лекции. Вначале я расскажу вам кратко об истории развития рентгеновских методов, рентгеновской кристаллографии. Далее мы поговорим с вами, почему этот год, 2014, является международным годом кристаллографии. И, собственно, дальше перейдем к основной части моей лекции. Я расскажу вам о нанотрубках в мире минералов. Далее поговорим про минеральные матрицы и использование минералов для иммобилизации или захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. И закончим лекцию рассказом об интереснейшей группе минералов — циолитов, которые, с одной стороны, хорошо известны как минералы, но, прежде всего, сегодня это огромная группа материалов, используемых в самых различных областях современной индустрии. Несмотря на то, что я сказал сам в начале, что кристаллография — это такая междисциплинарная сегодня область, все-таки родоначальниками кристаллографии являются, конечно же, мы, геологи. Начало кристаллографии было положено более 250 лет назад, и одним из родоначальников научной кристаллографии как научного направления является французский минералок Рене Жюст-Гаюи, который является создателем целого ряда основных законов кристаллографии. Хочется отметить, что очень многие законы кристаллографии были, конечно же, разработаны и описаны на природных образцах, на образцах минералов, не химических соединений, а природных кристаллов. Почему? Ответ прост. Конечно же, 200 лет назад химические науки еще только зарождались, как и многие другие, и, конечно же, ученые могли использовать только природные образцы, природные кристаллы, которые очень часто являются прекрасно ограненными, имеют очень хорошее качество, в то время как синтетические кристаллы зачастую имеют либо слишком малый размер для исследований, либо большое количество дефектов. Самым главным открытием в кристаллографии, которое обозначило, собственно, основные направления развития этой науки в XX веке и в начале XXI века, это, конечно же, открытие рентгеновской дифракции, дифракции рентгеновских лучей, которое было открыто группой Макса фон Лауэ в начале XX века, в 1912 году в Мюнхене. Группа Макса фон Лауэ получила фотографии рентгеновской дифракции на фотопленочках с кристаллов медного купороса, известного сульфата меди или известного как минерала халькантита. За это открытие Макс фон Лауэ стал нобелевским лауреатом по физике в 1914 году, то есть в этом году исполняется ровно 100 лет с момента присуждения ему Нобелевской премии. Для сравнения, внизу на этом слайде приведена картина рентгеновской дифракции, полученная с кристалла белка. Как видно, картина рентгеновской дифракции является намного более сложной, чем картина дифракции из кристаллов медного купороса, что, конечно же, объясняется в первую очередь большой разницей в самих размерах молекул, слагающих кристаллическую структуру медного купороса или этого кристалла, этого белка. Ну и, как следствие, большой разницей в объемах элементарной ячейки. Элементарная ячейка различается на несколько порядков в структуре медного купороса и в структуре этого белка. Далее, вслед за Лауэ, отцом и сыном Брегами, Уильямом Генри Брегом и Уильямом Лоуренсом Брегом, была выпущена целая серия работ по анализу кристаллической решетки при помощи рентгеновских лучей, то есть, как можно расшифровать кристаллическую структуру, используя рентгеновские данные. И за это они тоже стали вдвоем, отец и сын, лауреатами Нобелевской премии в 1915 году. Одним из первых минералов, структуру которого расшифровали отец и сын Бреги, это структура хорошо известного вам минерала сфалерита, цинковой обманки, сульфидом цинка. Конечно же, первые расшифровки, производимые для кристаллических структур, были выполнены для достаточно простых веществ, потому что эта методика еще только разрабатывалась. И опять-таки, эти расшифровки производились на природных геологических образцах, на образцах минералов. По той же причине, по которой я уже говорил, что природные кристаллы очень часто имеют великолепное качество. Отличное качество, бездефектное и пригодное для рентгеновской дифракции. Несмотря на то, что основы рентгеновской кристаллографии, основные принципы были разработаны физиками, все-таки продолжателями кристаллографии и отчасти родоначальником являемся мы геологи. Так, в нашем университете, на геологическом факультете, кафедра кристаллографии была основана в 1924 году Осипом Марковичем Аншелесом, то есть, приблизительно через 10 лет после присуждения Нобелевской премии Лауэ и отцу и сыну Брегом за открытие рентгеновской дифракции и ее использованию. Таким образом, в этом году наша кафедра кристаллографии отмечает свое 90-летие. Зачастую первые расшифровки кристаллических структур, минералов и простых веществ занимали недели, месяцы, а иногда и годы. И так, надо сказать, продолжалось практически до 80-90-х годов 20-го столетия, когда за одну расшифровку кристаллической структуры более-менее сложного вещества можно было получить звание кандидата или химических наук, или геолого-минералогических наук. Сегодня ситуация кардинальным образом поменялась и не является редкостью, когда студенты-третикурсники на нашей кафедре имеют в составе своей курсовой уже по несколько расшифрованных структур, не говоря о магистрских диссертациях, о студентах-магистрантах, где проводится кристаллохимический анализ и сравнение иногда десятков кристаллических структур. Всего к сегодняшнему дню известно более полумиллиона расшифрованных кристаллических структур, как видно из приведенного на данном слайде графика. Конечно же, такой прогресс и такой быстрый рост в количестве расшифровок кристаллических структур связывается с настоящей революцией, произошедшей в середине 80-х и 90-х годах по изобретению и развитию научного оборудования для рентгеновской дифракции. После Макса фон Лауэ и отца и сына Брегов, после того, как они получили свои нобелевские премии, еще 26 ученых из области кристаллографии стали нобелевскими лауреатами. Как можно заметить, эти лауреаты из самых разных областей. Если большинство кристаллографов, кристаллохимиков, работающих на нашем факультете, на нашей кафедре, занимаются именно природными образцами, образцами минералов, то их можно назвать геокристаллохимиками. То помимо геокристаллохимиков, конечно же, есть просто кристаллохимики из области неорганической химии и органической химии, как, например, Даниэль Шехтман, получивший Нобелевскую премию в 2011 году за открытие и исследование свойств квазикристаллов. Есть биокристаллохимики из области биологии. Своей собственной номинации по биологии в Нобелевской премии нет, поэтому они часто получают ее в области химии. Так, в 2009 году Нобелевская премия по химии была присуждена коллективу кристаллографов за расшифровку кристаллической структуры рибосомы. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть про наших бывших соотечественников Гейма и Новоселова, которые тоже являются кристаллографами, но из области физики, а не физики, и получили Нобелевскую премию за открытие и исследование уникального двухмерного материала графена, который уже сегодня используется в различных областях, но по-настоящему широкое применение ему, конечно, еще только предстоит. Таким образом, как вы можете видеть, кристаллографы работают в самых разных областях науки. Кристаллография действительно является междисциплинарной областью и играет очень важное значение в современном мире. Эта важность той роли, которую кристаллография играет в современном мире и которую она уже сыграла в разных науках на протяжении последнего столетия, была отмечена Организация Объединенных Наций и ЮНЕСКО утверждением настоящего 2014 года как Международного года кристаллографии. В этом году проходит огромное количество конференций, международных конгрессов, семинаров, которые проходят под этим знаком. И теперь, если у меня получится, я хотел бы показать вам небольшой полутораминутный ролик, который посвящен как раз этому событию, который был разработан и представлен Союзом Кристаллографов. Посмотрим, как у меня сейчас это получится. Союзом Кристаллографов Союзом Кристаллографов Союзом Кристаллографов Таким образом, мы переходим с вами к основной части моей лекции, посвященной наноматериалам в мире минералов. И прежде чем мы с вами будем говорить о конкретных примерах, мне хотелось бы напомнить вам про два основных состояния твердого тела. Это может быть кристаллическое вещество или аморфное. Наиболее простым примером, чтобы вспомнить и понять, что это такое, это является кварц и кварцевое стекло, которые, как вы знаете, по составу являются одним и тем же. Это оксид кремнезема. В основе структуры кварца лежит кремнекислородный тетраидер силициум-О4. Эти кремнекислородные тетраидеры силициум-О4 объединяются по общим вершинам согласно различным операциям симметрии с образованием трехмерного каркаса и образованием кристаллической структуры. Такая организация называется дальним порядком. В основе кварцевого стекла точно так же лежат кремнекислородные силициум-О4 тетраидеры, которые далее, так же, как и в кристаллической структуре, объединяются по своим вершинкам с другими кремнекислородными СИО4 тетраидерами. Но на этом сходство структуры стекла с кристаллической структурой кварца заканчивается. Дальше они располагаются, эти кремнекислородные тетраидеры, в хаосе и без порядки. Таким образом, дальнего порядка в структуре стекла нет, но существует ближний порядок. И далее мы с вами будем говорить о кристаллических материалах, которые возможно изучать с помощью рентгеновской дифракции. Изучать не кристаллические материалы, а морфные, уголь, стекла, при помощи рентгеновских методов невозможно. Для этого существуют другие методы. Как вы знаете, кристаллы и структуры могут быть самого разного размера. Одними из наиболее больших кристаллов являются кристаллы гипса в длину более 10 метров. При этом кристаллическая структура гипса является очень простой. Элементарная ячейка, то есть вот этот кубик, из которого дальше строится кристаллическая структура, она совершенно небольшая, очень маленькая и заурядная. В то время как кристаллы вирусов, возможно для кого-то из вас это будет открытием, что вирусы тоже могут образовывать кристаллы, и исследуются они такими же рентгеновскими методами. Рентгеновской кристаллографией устанавливаются их кристаллические структуры. Кристаллы вирусов являются одними из самых маленьких, но при этом структуры кристаллических вирусов действительно являются впечатляющими по своему разнообразию, размерам, и некоторые из них представлены вот здесь, внизу, на этом слайде. Мы все время с вами говорим эти слова, наноматериалы, нанометры. Давайте вспомним, что такое вообще нанометр. Один нанометр это 10 минус 9 метра или одна миллиардная часть метра. Вообще наноматериалы и нанотехнологии сегодня у всех у нас на слуху очень часто, особенно в нашей стране, где с нанотехнологиями связывается дальнейшее развитие, успешное развитие инновационной и высокотехнологичной промышленности. Вообще считается, что наноматериалы и нанотехнологии должны уменьшить потребление цивилизаций энергии, воды, различных материалов, во многих из которых уже сегодня человечество испытывает сильную нехватку. Когда используется термин наноматериалы, то подразумевается целый ряд различных по форме и состоянию объектов. Это, конечно же, могут быть нанокристаллы и нанокластеры, нанотрубки, и о нанотрубках пойдет дальше наш с вами разговор. Также это могут быть тонкие пленки и нанокомпозиты. Эпоха нанотехнологий обычно отсчитывается с 1991 года, с момента, когда японским микроскопистам и Джимой, который работал на просвечивающем электронном микроскопе, им были впервые открыты и описаны углеродные нанотрубки. Результаты его работы были опубликованы в журнале Nature в 1991 году, и от этой даты принято отсчитывать развитие или назвать эту эру нанотехнологий. Но действительно ли это так? Действительно ли его открытие было первым? Действительно ли до этого нанотрубки были неизвестны среди других соединений классов веществ? Внимательный обзор литературы показывает, что еще в 1967 году японским минералогам, также микроскопистам, работающим на просвечивающем электронном микроскопе, при исследовании тонковолокнистых агрегатов хризатил-азбеста были обнаружены хризатиловые нанотрубки в поперечнике порядка 10 нанометров, как показано на фотографии на данном слайде из публикации в журнале Акта Кристаллографика. Таким образом, по крайней мере за 30 лет до открытия и джима углеродных нанотрубок эти нанотрубки уже были известны минералогам, то есть людям, работающим с природным веществом. Но известно ли они были для других классов соединения, не только для хризатила? И действительно, если посмотреть на статьи по описанию сложных сульфидов с такими красивыми названиями цилиндрита и джимсонита, можно увидеть в названии этих статей такие слова, как кольца, цилиндры, изогнутые кристаллы, что очевидно свидетельствует о том, что уже в этих статьях данные минералы описывались как способные образовывать нанотрубки, хотя сам термин нанотрубки в то время еще не использовался. Впоследствии, в 1971 году, известным кристаллографом Эмилем Маковицким были детально изучены вот эти нанотрубки, которые образует минерал цилиндрит, и им было установлено, было интересно, как же эти нанотрубки устроены. Им было установлено, что нанотрубки состоят из двух типов блоков, которые одни блоки он обозначил как H-блоки, которые являются псевдогексагональными и состоят из октайдров, где в центре каждого октайдра располагается атом олова или железа, а в вершинах октайдра располагаются атомы серы. Далее эти октайдры объединяются по общим граням с образованием вот таких псевдогексагональных блоков. Вторыми блоками или слоями в структуре цилиндрита являются T-блоки, T-модули, которые являются псевдотетрагональными, и их легко представить как вырезку из, надеюсь, знакомой всем вам структуры поваренной соли натрий-хлор. Эти два типа блоков, T и H, чередуются в структуре цилиндрита, с образованием такой последовательности TH-TH, то есть псевдогексагональный блок, псевдогексагональный блок. Размеры модулей, размеры этих блоков представлены здесь также на этом слайде. Как видно, параметры первого псевдогексагонального блока составляют 11,71, B-параметр 3,67, C-параметр 6,32. Параметры псевдогексагонального модуля 11,78, 5,79 и 5,81 параметр C. При этом заметим значительное сходство параметров в T-модуле с параметром 5,93 в кубическом сульфиде свинца в голените. Параметры A и в H, и в T-модуле являются практически одинаковыми. Наибольшая разница наблюдается для параметров B и C. Как мы видим, параметры B различаются почти на два ангстрема. Параметры C отличаются больше, чем на пол-ангстрема. Таким образом, очевидно, что между этими, очевидно, несоразмерными блоками, несоразмерными слоями возникают напряжения. Самым структура становится неустойчивой. Самым простым способом для компенсации этих напряжений, что является, это закрутить эти слои, эти блоки в виде нанотрубок. Интересно, что до сегодняшнего дня синтетических аналогов цилиндрита неизвестно. И это характерно для многих минералов. Многие минералы так и не могут быть до сегодняшнего дня повторены в лабораторных условиях. Как устроены хризатиловые нанотрубки? На самом деле, еще в 1930 году Поллингом высказывалось предположение о том, что агрегаты хризатила могут иметь нанотрубчатую природу. В структуре хризатила тоже присутствуют два типа слоев. Первые слои, сложенные кремниокислородными тетраэдрами CO4, и второй тип слоев, сложенные октаэдрами в центре с магнием. Между слоями, точно так же в структуре хризатила, возникают напряжения, которые могут быть сняты закручиванием, заворачиванием вот этого двойного октаэдрически-тетраэдрического слоя с тетраэдрическим слоем внутрь и с октаэдрами, торчащими на поверхности этой нанотрубки. При этом в 1957 году в работе такого ученого Виттакера было подсчитано, что несоразмерность вот этих слоев и снятие напряжения компенсируется при радиусе трубок 8,8 нанометра. Далее японскими микроскопистами был выделен целый ряд различных типов хризатиловых нанотрубок. Они могут быть спиральными, такими закрученными, как улитки, могут быть закрытыми цилиндрическими нанотрубками. При этом для всех них характерны следующие границы внешнего диаметра в 22-27 нанометра и внутреннего диаметра в 5-8 нанометров. Возникает вопрос, а можно ли как-то использовать на практике вот это удивительное свойство хризатиловых нанотрубок? Можно ли их как-то использовать в промышленности? Есть ли у них какие-то свойства? И в конце 90-х годов группой российско-британских химиков были произведены эксперименты по заполнению этих природных хризатиловых нанотрубок, что существенно важно, не синтетических, а природных, фосфидом Индия. Полученный материал, вот эти хризатиловые нанотрубки, заполненные фосфидом Индия, обладают целым рядом очень интересных и уникальных оптических свойств. Еще одним минералом, который также способен образовывать нанотрубки в природе, это минерал имоголит, название которого может быть расшифровано как пепельный камень, так как имога с японского обозначает вулканический пепел. Имоголитовые нанотрубки были впервые описаны как раз в Японии из почв очень богатыми вулканическими пеплами. Позднее такие же имоголитовые нанотрубки были генцифицированы как важная составляющая подзолистых почв в Швеции. И вот на данном слайде представлены как раз фотографии из просвечивающего электронного микроскопа этих имоголитовых нанотрубок. Чтобы понять, как устроены имоголитовые нанотрубки, нам нужно с вами обратиться к структуре вот такого химически очень простого минерала, который по составу является гидроксидом алюминия, гипситу. Образуют вот такие красивые беленькие прозрачные кристаллы. Структура гипсита состоит из октайдров алюминии OH6, объединенных по общему ребру с образованием вот таких слоев с дырками внутри. Таким образом, стенки имоголита сложены вот этими двойными, как их называют, диоктоидрическими гипситовыми слоями, где к каждой полости, соответствующей одному отсутствующему атому алюминия, прикрепляются протонированные кремниекислородные тетраэдры силициуму-3 OH. Так как расстояние кислород-кислород по ребру октайдра в октайдре алюминии OH6 является значительно большим, чем расстояние кислород-кислород с кремниекислородным тетраэдром, происходит снова заворачивание этих слоев в виде нанотрубок, которые изображены здесь, внизу на этом слайде. Весьма практически важным свойством нанотрубок, да и не только нанотрубок, а наночастиц вообще, является их очень большая площадь поверхности, что объясняет их превосходные сорбционные характеристики и качества наноматериалов, наночастиц и нанотрубок. Так, эмоголит является замечательным природным сорбентом мышьяка, цианидов и целого ряда тяжелых токсичных металлов. В свою очередь, эмоголит, как значительная составляющая вот этих подзолистых почв в Швеции, объясняет очень хорошее качество воды, которое проходит через эти почвы, как через естественный природный фильтр. Описание структуры эмоголита и, собственно, обнаружение их в почвах позволяет предположить, что является достаточно перспективным их использование как природных материалов, так и синтетических, в качестве очень хороших сорбентов. Мы посмотрели с вами, что нанотрубки могут быть в минералах-сульфидах, могут быть в оксидных минералах, в хризотиле и эмоголите. Также нанотрубки встречаются и смешанных сульфидно-оксидных минералов, одним из которых является такой минерал тачилинид. Этот минерал впервые был описан советскими минералогами и советским кристаллографом Натальей Ивановной Органовой в 1971 году. Позднее, в 1986 году в журнале American Mineralist было дано детальное описание, как эти нанотрубки выглядят, как они образуются. И только в 1994 году они были синтезированы в лаборатории и запатентованы как перспективный материал. Как устроен тачилинид? Как устроена его? Какая у него структура? Мы снова можем наблюдать наличие двух типов слоев или блоков. Первый блок соответствует формуле Ferrum-S, это сульфидный блок, где в центре каждого тетраэдра располагается железо, а в вершинах тетраэдра располагается сера. Эти тетраэдры объединяются по общим граням с образованием снова вот таких псевдотетрагональных модулей. Вторые модули имеют формулу магний-железа OH2, которые образованы октайдрами. Снова ситуация, знакомая нам уже из структуры цилиндрита, что блоки эти являются несоразмерными, и для снятия напряжений приходится этой структуре тачилинита заворачиваться в виде нанотрубок. Сегодня тачилинит, правда его синтетический аналог, используется на одной из важных стадий по процессам переработки высокоактивного отработанного ядерного топлива. Его использование на одном из этапов позволяет сождать технеций в форме гидрооксида. И данный процесс используется на целом ряде перерабатывающих предприятий в Великобритании и США. Замечу при этом, что каждый год производится аналог тачилинита на 40 миллионов долларов. То есть это достаточно значительный сегмент этого рынка. Посмотрим на этом слайде снова на последовательность публикаций по минералу тачилиниту и в последующем материалу с разнообразными, практически интересными свойствами. Как минерал он был описан уже в 1971 году и установлена его структура. А как материал запатентован в 1994 году. Если бы советские минералоги и кристаллографы в то время посмотрели, может быть, более пристально на эту структуру тачилинита с точки зрения материаловедения, а не только с фундаментальных аспектов, возможно, это им принесло бы дополнительные средства в будущем при продаже патента для предприятий по переработке отработанного ядерного топлива. Нанотрубки могут быть не только, конечно же, не только встречаться в виде отдельных агрегатов, отдельных образований, но и быть составляющей, собственно, составляющей кристаллической структуры. Как, например, мы можем наблюдать в структуре этого замечательного, красивого минерала, используемого в качестве подделочного камня, чироита. В его структуре присутствует сразу два типа нанотрубчатых образований, которые принято называть нанотубуленами. Заметим при этом, что структура чироита, его кристаллическая структура, была расшифрована всего три года назад сотрудниками нашей кафедры. Несмотря на то, что чироит, как минерал, слагает в природе массив площадью около 10 квадратных километров, в лабораторных условиях до сих пор так и не получается воспроизвести его. Подводя некий итог по этой части нанотрубок, хотелось бы еще раз отметить следующие моменты. Как вы видите, нанотрубки были известны минералогам задолго до открытия углеродных нанотрубок и джимы в 1991 году. Это первое. Второе. Минеральные нанотрубки являются существенной составляющей целого ряда различных минеральных систем. И третье. Эти природные минеральные нанотрубки обладают целым рядом практически важных свойств и характеристик. Следующим направлением по использованию минералов в качестве материалов и наноматериалов является их использование в качестве минеральных матриц или минералоподобных матриц для иммобилизации, захоронения и изоляции радиоактивных отходов. К настоящему дню радиоактивных отходов во всем мире накоплено огромное количество. И на самом деле по большому счету непонятно, что с этими отходами делать, как их безопасно изолировать. Все радиоактивные отходы, которые сегодня имеются у человечества, в основном получены в результате трех основных процессов. Первое. Это, собственно, отходы, полученные в результате отработки ядерного топлива на атомных электростанциях. Второе. Это высокорадиоактивные отходы, которые получены в результате утилизации по различным договорам и программам по сокращению ядерного оружия. Ну и третье. Это, собственно, радиоактивные отходы при производстве нового ядерного оружия, которое, как показывает недавние события на политической мировой арене, является достаточно серьезным гарантом безопасности и невозникновения новой войны. С 1950-х годов, конечно же, это преимущественно занимается этими проблемами американские и советские, а теперь российские ученые, развивалось первое направление по иммобилизации и захоронению отработанного ядерного топлива. Это баратные стекла. Считалось в 50-е и 60-е годы, что наиболее перспективным и надежным является включение радионуклидов, радиоактивных элементов в структуру баратных стекол, что позволит изолировать их на долгое время от окружающей среды. Это оказалось не так. Баратные стекла оказались ненадежной матрицей для захоронения отработанного ядерного топлива, и это направление было закрыто. В 70-е годы стало развиваться следующее направление по созданию особых керамик, которые, опять-таки, предполагалось надежно захоронят, включат в себя эти радионуклиды, и на протяжении миллионов лет не дадут им выйти наружу в окружающую среду. И это направление после целого ряда модельных экспериментов и нескольких десятков лет работы было закрыто по причине своей бесперспективности и ненадежности. Замечу при этом, что, как я вам уже говорил, стекла и керамики являются не кристаллическими материалами, в них нет дальнего порядка. С конца 90-х годов в мире и в нашей стране также развивается направление по захоронению отработанного ядерного топлива в виде кристаллических матриц, матриц, которые являются минералоподобными, похожими на минералы. Отметим при этом, что предполагаемая стоимость программ по захоронению и утилизации высокорадиоактивных отходов на следующие 10 лет во всем мире составляет огромную сумму. Это 800 миллиардов долларов. Наиболее перспективными с точки зрения использования минералов в качестве матриц для захоронения радиоактивных отходов являются следующие три минерала. Это циркон, перохлор и моноцит. Посмотрите, какой огромный спектр элементов может входить в структуру перохлора. И какой также большой спектр элементов может входить в структуру моноцита. Это очень важное свойство. Помимо этого, сами по себе эти минералы, циркон, перохлор и моноцит, являются превосходными модельными системами. Когда мы можем сказать, как поведут себя радиоактивные отходы и мобилизованные в эти минеральные матрицы на протяжении очень длительного времени. Как вам известно, многие из этих минералов образовались несколько сотен миллионов лет назад, а для циркона и миллиардов лет назад. И после этого пребывали в самых различных физико-химических обстановках. Что очень важно, опять-таки, для моделирования, как будут себя вести радиоактивные отходы в этих матрицах на протяжении очень долгого времени. Циркон является сверхустойчивым минералом и является достаточно существенной составляющей вот этих чернобыльских лав, которые образовались в результате всем известной хорошо чернобыльской аварии. В цирконах, в этих чернобыльских лавах, содержится от 6 до 12 атомных процентов урана. Что важно, кристаллические структуры этих трех минералов, которые являются наиболее перспективными для того, чтобы в них захоранивать радионуклиды, являются каркасными. Очевидно, что это наиболее прочные структуры. Но помимо этого, помимо их прочности, они еще и достаточно гибкими. Посмотрите, какой огромный спектр элементов может входить, например, в каркас минерала пирохлора. Как известно, отработанное ядерное топливо не состоит исключительно из урана, нептуния и плутония. Это очень многокомпонентная система, в которой, помимо этого, присутствуют и радиоактивные изотопы стронция, цезия, молибдена и так далее. Идеальный материал должен обладать качествами и свойствами, чтобы включить наиболее большую часть этих катионов в свою структуру. Еще одной группой, последней, о которой мы с вами сегодня поговорим, поговорим о минералах и наноматериалах, это циолиты. Практически до середины 20-го столетия циолиты были известны преимущественно коллекционерам минералов и минералогам. Так как они образуют очень красивые кристаллы, потрясающие образцы, разного цвета, очень красивые. Сегодня же циолиты это, конечно же, материалы, которые используются в самых различных областях индустрии и химической промышленности. Что такое вообще циолит? Впервые понятие циолит ввел Аксель Кронштетт в 1756 году. В своих экспериментах он нагревал минерал стильбит, являющийся циолитом, и заметил, что при его нагревании выделяется достаточно большое количество пара, что очевидно свидетельствует о наличии большого количества воды в структуре этого минерала. Таким образом, название циолита можно перевести как кипящий камень. Как я уже сказал, что широкое использование в индустрии циолитов началось в 1950-е годы. Почему именно в это время? Так совпало, что именно в это время, с одной стороны, были открыты огромные месторождения по запасам циолитов, как природного материала. А также, с другой стороны, в это время в химической промышленности химикам удалось найти более-менее дешевые пути для получения синтетических материалов с такими практически важными свойствами. И это соревнование между чистыми синтетическими материалами, в которых, конечно же, отсутствуют примеси, а есть только желаемые компоненты, и грязными, но дешевыми грязными, потому что в них много примесей, как в любом природном веществе. И между дешевыми циолитами продолжается до сих пор. Циолиты – это огромный сегмент мировой экономики, порядка 350 миллиардов ежегодно. Ежегодная добыча циолитов составляет более 4 миллионов тонн. И, конечно же, что ожидаемо, основным и поставщиком, и потребителем циолитов является Китай, как страна, в которой наиболее быстро развивается промышленность. Циолиты обладают самыми разными свойствами. Они – замечательные удобрения и модификаторы почв, кормовые добавки в скотоводстве, замечательные ионообменники для улучшения характеристик различных растворов. И, конечно же, сорбенты высокорадиоактивных изотопов, таких высокорадиоактивных изотопов, как стронция, цезия в атомной промышленности, а также при радиоактивных катастрофах в Чернобыле или Фукусиме 3 года назад. При этом существует предпочтительное использование циолитов, различных по составу. Так, циолиты натрия предпочтительны для использования в качестве сорбентов различных токсичных металлов. Циолиты калия используются в аграрной отрасли. Циолиты кальция, как кормовые добавки в скотоводстве. Одним из главных свойств циолитов является их пористость каркаса, о которой мы сейчас поговорим. Но не только это. Природные циолиты, например, из измеденных вулканических туфов, образуют поликристаллические агрегаты с очень малым размером частиц, около 1 микрона. А как мы с вами уже сегодня говорили, когда частица имеет очень малый размер, и она имеет очень большую площадь поверхности, что очень важно для прекрасных сорбционных характеристик. Что такое циолиты с точки зрения кристаллографии и кристаллохимии? Это кристаллические алюмосиликаты с каркасными, пористыми, вот с такими огромными порами, структуры. Принято обозначать каркасы циолитов трехбуквенной аббревиатурой, как, например, каркас циолита, изображенного на данном слайде. И данная аббревиатура в данном случае расшифровывается как циолит, синтезированный подразделением Сокони, компании Мобил. Данный циолит был запатентован компанией Мобил Оил в 1975 году и широко используется в нефтеперерабатывающей промышленности. Чем особенны циолиты среди остальных минералов? Прежде всего, про то, что я говорю, это наноразмерные поры. Большинство пор циолитов лежат в этом промежутке от 0,3 до 0,8 нанометров. Причем для каждого каркаса характерен свой размер пор, что объясняет селективность циолитов к различным по размеру органическим и неорганическим молекулам. Далее. Циолиты являются кристаллическими материалами и проявляют лучшую селективность к различным молекулам и катионам, чем некристаллические вещества. Отмечу, что кристаллические структуры многих циолитов были расшифрованы на природных образцах и только позднее были синтезированы в химической промышленности, что объясняется очень просто. Как правило, синтезированные циолиты — это поликристаллические, очень мелкозернистые агрегаты, с которых невозможно рентгеновскими методами установить кристаллическую структуру. А как мы с вами знаем, только зная кристаллическую структуру, можно правильно предсказать физические свойства и модифицировать пути по получению того или иного материала. Так, каркас вот этого циолита, о котором мы с вами говорили на предыдущем слайде, который был синтезирован компанией Мобил, является производным от кристаллической структуры природного циолита — морденита, который был описан более 150 лет назад. Как устроен этот каркас вот с этими замечательными порами в циолитах? Этот каркас сложен тетраэдрами, кремнекислородными тетраэдрами, алюмокислородными тетраэдрами или же смешанными тетраэдрами с кремнием и с алюминием. Эти кремнекислородные тетраэдры объединяются по общим вершинам с образованием колец различной размерности. В свою очередь эти кольца объединяются в трехмерный каркас. Всего известно к сегодняшнему дню 201 уникальный каркас для этих материалов, для циолитов. Среди 201 каркаса 40 являются минералами. Все циолиты в соответствии с числом атомов кислорода вот в этом кольце подразделяются на мелкопористые циолиты с 8 атомами кислорода и эффективным диаметром пор 0,3-0,45 нанометров. Среднепористые циолиты с 10 атомами кислорода и диаметром пор в 0,45 до 0,06 нанометров. И гигантопористые с 12 атомами кислорода в кольце. Но, конечно же, существуют и исключения, как, например, кристаллическая структура и каркас фажозита, где полость составляет в поперечнике 1,7 нанометра. Очень важной особенностью строения кристаллической структуры циолитов является наличие алюминия. Так как сам по себе кремниекислородный каркас, если бы он был сложен исключительно кремниекислородными тетраэдрами, имел бы нейтральный заряд. И было бы невозможно вхождение целого ряда положительно заряженных катионов или молекул. Однако, частичное замещение части тетраэдров кремния на алюминий придает каркасу отрицательный заряд, что позволяет входить целому ряду положительно заряженных катионов и переходных металлов. Определенный размер пор в структурах циолитов и наличие этих полостей позволяет их рассматривать как химические нанореакторы, где на входе в нанореактор мы имеем компоненты и молекулы определенной структуры. Далее в самом реакторе, в полости, то есть в полости у нас происходит реакция, и на выходе мы получаем компоненты необходимой нам структуры. Данный процесс широко используется в целом ряде областей химической промышленности. В частности, один из таких процессов называется ирионитовым катализом по названию природного минерала циолита ирионита, когда на входе мы имеем парафин определенной конфигурации и на выходе продукт исключительно нужной нам формы и конфигурации. Таким образом, закончить свою лекцию мне хотелось бы словами лауреата Нобелевской премии по химии Жанна Мари Лена «If it exists, it can be synthesized», что можно перевести как «если что-то существует в природе, оно может быть синтезировано». Всем нам, геокристаллохимикам, работающим с природными объектами, с минералами, необходимо более пристально смотреть на новые минералы, малоизученные минералы, с точки зрения материаловедения, что, возможно, приведет к выявлению неожиданных физических свойств и использованию этих минералов как перспективных материалов в дальнейшем. Все эти задачи, о которых я вам рассказывал, могут быть решены на оборудовании нашей кафедры кристаллографии. У нас имеется огромный большой рентгеноструктурный центр по оборудованию, являющимся передовым в Европе на сегодня. Сегодня спектр оборудования и спектр решаемых задач действительно огромен. Поэтому мы будем рады видеть вас в качестве гостей, в качестве будущих студентов на нашей кафедре и с удовольствием покажем вам все наше оборудование, при помощи которого изучаются вот эти кристаллические структуры, наноматериалы, минералы и синтезируются в лабораториях. Ждем вас. Благодарю за внимание. Спасибо. Отвечу на ваши вопросы с удовольствием.